Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня будем делать саше. Это мешочек или подушечка, наполненная сухим ароматизатором. Я буду делать саше с травами. Обычно все знают, что саше делают с лавандой, но у нас лаванда не растет в средней полосе России. Поэтому я буду делать с теми травами, которые у меня есть, которые я вырастила на своем огороде. Я вырезала квадратик джинсовой ткани. Он у меня размером 10 на 11 сантиметров. Но можно поменьше или побольше. Это как вам нравится. И маленький кусочек ткани. Просто из обрезков выбрала, где есть цветочек. Но можно вообще не выбирать с цветочком или не с цветочком. Это не важно. И буду это приколола булавочками. И буду пришивать этот кусочек ткани, который у меня в качестве украшения. Обычным козликом. Если вы обратите внимание, я вообще не обрабатывала ни у этого декоративного своего кусочка. Просто пришиваю декоративным стежком. Можно любой стежок выбрать. Я вот потом решила нитки поменять, немножечко поярче сделать. Вообще саше вы знаете, чаще всего в шкафах с одеждой или с постельным бельем эти мешочки пахучие лежат. И согласно старинным поверьям, саше с травами представляют собой защитные предметы, охраняющие своих хозяев и их дом от злых духов и плохих людей. А также нейтрализующие ссоры внутри семьи. И очень часто саше вешают при входе в дом или на спинке супружеского ложа. Кстати, это также способствует расслаблению и нормализации сна. А люди еще носили на шее небольшие мисушочки с травами, как талисман, приносящий удачу, или амулет, отгоняющий злые чары. Я сегодня буду делать с шалфеем и мелиссой, но можно еще делать с душицей, которая, кстати, орегано во всей Латинской Америке называется, как приправа используется. Или с мятой, например, можно делать. Тоже всем известный, знакомый аромат и очень приятный. Мята, кстати, тоже лечебное растение. Очень хорошо чаи с мятой влияют на сердечно-сосуществую систему. А также на органы пищеварения тоже положительное воздействие. Кстати, если нет своего огорода и вырастить негде, такие травы можно в аптеке ведь купить. Там разные сборы продаются, в том числе и травы лечебные всякие. Я сделала 10 штук разных заготовочек под саше. И вот теперь их отглаживаю, чтобы снять напряжение ниток. Потому что я когда вышивала, все-таки немножечко подзатягивала где-то. Ну вот вышиваю и заодно любуюсь уже тем, что получилось. Видите, совсем обычные, там даже вот есть без определенного какого-то рисунка саше будущие. Просто вырезала яркие кусочки. Последний вот этот вообще просто два голубых кружка вырезала для разного оттенка. И уже их обшивала. И очень даже симпатично получилось. Я взяла лен. У меня вот для обратной стороны мешочков моих лен. Подушечка, а не мешочков. И буду прошивать вот по трем сторонам. Вот сшила будущие мешочки. И обрезаю уголки перед тем, как выворачивать. Кстати, напоминаю, не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. А те, кто смотрит в ютубе, жмите колокольчик. Значок колокольчика находится справа от кнопки подписаться. И если вы его нажмете, то вы будете получать уведомления о всех моих новых видео. Ничего не пропустите. При выворачивании я еще карандашиком немножечко выпрямляю уголочки. И вот в результате у меня получилось 10 мешочков таких почти готовых. Я их проглаживаю, чтобы мне потом зашивать было удобнее. Мои... Ну, здесь вручную придется зашивать. Поэтому я подглаживаю, чтобы шовчики такие были уже готовенькие. И я решила еще сделать петельки, чтобы при необходимости их можно было повесить. И у меня такая... Вот я в магазине рукоделья купила металлизированную нить. Вот она у меня серебристая, но есть еще и золотистая. И я вот вшиваю эти петельки, сделаю узелок, вшиваю, потом обрезаю эту нитку. Опять делаю узелок. И все, петелька готова. Вот такие вот металлизированные нитки 30 рублей 10 метров. Ну и мне осталось заполнить свои мешочки сушеными травами. Сейчас вот я шалфеем заполняю. Рядом у меня мелиса уже стоит подготовленная. Так что, ну это как бы дело понятное. Я их разминаю немножечко там в мешочке, чтобы там иногда стебелечки засохшие, чтобы палки вот так вот сильно не торчали, не пролезали через ткань. И последний этап у меня это вот зашивание краешка. Я особо не прячу стежки, потому что там все равно они заметные, декоративные вокруг тоже есть. Вот. И я хотела сказать, шалфей вообще очень полезный. Он противовоспалительный, дезинфицирующий. Ему горло полоскать можно, если горло болит. После завязывания узелка нитку просовываю внутрь моего мешочка и только потом обрезаю, чтобы она не торчала. Я, кстати, хотела еще раз, еще про шалфей сказать. Его вот очень моей маме посоветовал стоматолог при парадонтозе полоскать вот полость рта несколько раз в день. Прямо заваривать и полоскать несколько раз в день. А мелиса, сами знаете, ну или кто не знает, с таким приятным ароматом цитрусовым. Такая вот хорошая, приятная чай из нее, такой классный получается, очень вкусный. Я хочу сказать, что очень приятно вот с травами заниматься. Они пахнут приятно. И прям вот такое какое-то наслаждение получаешь. Вот эти шесть мешочков со шеей я заполнила уже мелисой и шалфеем. А здесь у меня вот четыре мешочка осталось. Но у меня еще мята есть и чабрец. И еще там что-то растет. Надо посмотреть. Ну, просто еще не насушила я. Насушу. Но зато к Новому году у меня будут прикольные подарочки, такие сувенирчики. Можно сделать красиво коробочку какую-нибудь поформить и сложить все это нарядно. Обклеить подарочной бумагой коробочку и сложить все. И будет прям вот наборчик. Как, допустим, шалфей, мелисса, мята, еще что-нибудь. Можно дошить мне же еще этих мешочков. Вот. Здесь вот я приделала вот эти вот штучки, чтобы можно было подвесить, если захотели. Да хоть на елку вешайте. Хоть к Новому году дарите. Прямо на Новый год. Или на любой другой праздник. И в офисе, если вы работаете, вот коллеги. Вроде как и не сложно сделать. И в то же время подарок. Хендмейд. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Вот такой. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Всего доброго. Спасибо, что досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.